Итак, сегодня у нас в гостях провел свой семинар Вячеслав Василевский, чемпион М1, причем уже дважды чемпион. Скажи, пожалуйста, все это в преддверии боя с Рамазаном Имеевым, уже третьим, два было полюбителем, один профессиональный. Не надоело ли тебе драться с одним и тем же человеком? Ну, не могу сказать, что надоело, но я, честно говоря, ожидал боя с другим соперником и готовился даже под другого. Но тут так выяснилось, что будем драться опять с Рамазаном, ну вот, значит, придется четвертый раз. Какой-то личной неприязни у меня к нему нет, поэтому мы вне боя всегда хорошо общаемся. Но раз так получается, что надо защищать пояс, он его хочет забирать, значит, придется драться и будем мотивироваться и драться. Ты чемпионом М1 в среднем весе, когда-то ты был чемпионом М1 в полутяжелом весе. Нет ли у тебя мысли объединить эти пояса, попробовать себя в двухсторых категориях? Сейчас многие вообще говорят, что мне надо уходить в полусредний вес, 77 килограмм, потому что вешаю я немного. И поэтому в 93 мне не хочется драться, потому что это глупо, можно получить травму и пока нет только мысли точные. Какие-то есть небольшие мысли, чтобы согнать 77, это да, а вот переходить выше точно не хочется. Момент Халидов сказал такую вещь, что ему за бой с тобой предложили недостаточно средств. Ну, как ты относишься вообще к этому бою? Интересен ли он тебе был бы? На самом деле этот бой я очень хотел и очень настраивался на него и думал, что все-таки нам дадут возможность подраться. Я не знаю каких-то точных причин, почему этого боя не состоялось. И вот, оказывается, я первый раз сейчас слушал про такие финансовые какие-то вопросы, может быть, из-за этого. Но я хочу сказать, что мне этот бой очень интересен и если еще получится встретиться с Моментом Халидовым, поэтому я бы очень хотел подраться с ним. Сейчас очень много российских бойцов дерутся в UFC. Раньше также было много подписано Белатар. Как ты себя чувствуешь, сравнивая с ними, где тебе вообще комфортнее драться, в России или за рубежом? У тебя есть опыт и там, и там. Мне нравится драться в России, выступать перед российской публикой. И это, наверное, комфортнее гораздо. Но мне хочется еще вернуться за океан и обязательно подраться, допустим, в UFC. Вот, потому что я дрался в Белатаре, дрался в М1. И, конечно, хочется подраться в UFC. И не то, что я вижу там свое будущее, я просто хочу там поехать туда и там подраться. Выступать в этом промоушене тоже. Но пока в М1 надо выигрывать здесь, защищать пояс, показывать красивые бои, потом в UFC. В западном мире ММА принята такая вещь, как трэштокинг, Конан Макгрегор, Чилсон. Мы все знаем, как они зарабатывают, какие бои. И всем понятно то, что реально поднимается уровень просмотров, реально больше людей начинают смотреть. И действительно в их кармане становится больше денег. Но ты уважительно относишься к Рамазану Мееву. Он говорил много о том, что надо уважительно к тебе относиться. В нашем спорте принято уважать друг друга. Как ты думаешь, стоит ли оно того, даже если будет много денег, стоит ли каким-то образом раскручивать шоу именно через негатив? Я думаю, в Америке просто совсем другой менталитет людей. И когда они говорят друг на друга гадости, то есть там это совершенно по-другому все воспринимается. Вот именно как шоу. У нас этого не будет. У нас этого нет и, скорее всего, не будет никогда, потому что у нас оскорбление и такое поведение, оно воспринимается совершенно по-другому. И наша публика, ну это у нас будет смотреться тупо и нелепо. Вот какие-то такие высказывания, какие-то потасовки на взвешиваниях. Поэтому я думаю, что у нас этого нет, не будет. И, наверное, хорошо, что этого нет и не будет. Потому что мы не должны полностью копировать западные промоушены, да, и тоже устраивать. Причем они это делают, Конор Макгрегор, Чилсон, они делают им, ну им это по кайфу, можно сказать. Это уйдет у них изнутри. Они получают это удовольствие. А когда это все искусственно и, так скажем, наиграно, это все смотрится нелепо, неинтересно, не смешно. И поэтому лучше, чтобы люди ведли себя так, как они себя чувствуют. Если он действительно там ненавидит своего соперника, да, и считает его негодяем, нехорошим человеком, то пусть он себя так ведет, возможно. Но если он уважает его и относится к нему лишь как к сопернику на ринге, то зачем тогда искусственно что-то делать и выжимать из себя для того, чтобы, ну, порадовать зрителей. Можно порадовать его красивым поединком, там, каким-то зрелищным нокаутом. Чувствуешь ли ты, что ты как спортсмен, как какой-то герой, да, такой герой обычной жизни, ведешь, делаешь что-то хорошее своим примером? Пишут ли тебе люди, что ты что-то изменил в их жизни? Насколько твой пример вообще важен? И чувствуешь ли ты какую-то благодарность за это? На самом деле много очень людей пишут мне там в соцсетях, не то чтобы благодаря за то, что я их на что-то наставил, но просто говорят, что там они смотрят за моими боями, там, следят кто-то за моей даже жизнью, вот. И так как у меня нет никаких вредных привычек, я не делаю ничего плохого, и, конечно же, я думаю, что если я подаю, то я подаю хороший пример, вот. И для молодежи, для подрастающего поколения, у ребят, которые там занимаются, там, у меня в центре, поэтому мне это не то, что бульстит, это меня радует, я считаю, это хорошо. Ты сегодня впервые в школе ММА Алексея Оленика, впервые в оплоте. Расскажи, какие твои впечатления от семинара и от клуба вообще? Ну, Алексей меня вообще всегда симпатизировал как боец, как спортсмен, как именно человек, относящийся к своему делу, то есть он фанат, и это видно, который по-настоящему любит ММА. Вот. И плюс его вот там феноменальная техника борьбы в партере, да, тоже всегда мне очень нравилась. И если такая возможность как-нибудь получится, я обязательно еще и потренируюсь с ним, и постараюсь что-то, какие-то для себя еще уроки взять. Вот. На самом деле от зала я вообще в полном восторге. Зал очень классный, очень крутой. Алексей Алексеевич Оленик недавно выходил на бой, чем стал очень известен даже за пределами нашего бойцовского мира, в футболке Путина, в футболке с возражением Путина. И победил нокаутом. Это произвело фурор. Скажи, как ты относишься к таким поступкам и конкретному поступку Алексея Алексеевича? Я считаю, это отличный поступок. И Алексей, не стесняясь, показал свое отношение к ситуации. На Украине. Вот. И я его полностью поддерживаю в этом. Это его позиция. Причем я считаю, позиция правильная. Поэтому он молодец. Итак, спасибо тебе за интервью. Спасибо тебе за этот семинар. Взял для себя очень много нового. Твои пожелания телезрителям. Все, что хочешь. Микрофон твой. Спасибо. Прежде всего хотел бы пожелать всем крепкого здоровья. Занимайтесь спортом. Ходите в спортзалы. Никогда не грустите. Радуйте жизни. Ищите позитив во всем. Вот. Он есть. Вот. И еще, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что 10 апреля в Москве состоится мой титульный бой. Я буду защищать пояс М1 в бою с Рамазаном Имеевым. Поэтому приходите, поддерживайте меня. Буду рад всех видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова